Я мог стать кем угодно Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом И стал, потому что всегда был свободным Альфа-банк для умных и свободных Друзья, едем на экскурсию, три дня будем Три дня по Шри-Ланке мотаться Сейчас забираем еще двух девчонок И мы вчетвером и наш Ла-Ланга, водитель, поедем Поедем обследовать Шри-Ланку, вам все покажем, расскажем Будет очень круто и интересно Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал Город Анорадхапура, он прекрасен Это центр буддизма, как я понял Там вот эти огромные ступы, самые большие ступы в мире Ну просто шикарно А белая ступа, когда ее видишь, челюсть падает на пол Как будто огромное облако спустилось с небес Очень красиво смотрится, масштабно все, огромные такие Вот напоминает чем-то этот город Анкор-Ват в Камбодже Тоже огромная территория, куча замков Но тут только ступы белые, красные ступы огромные Дерево, где Будда пришел к просветлению Там вам повяжут белые нитки Ну как веревочка на руку Она будет вас охранять Городок Велочиная Рядом с Косикудой Такой атмосферный город И басы есть здесь, как положено Можно кастрюльки купить Интересные Гора такая большая Там даже какой-то темпл стоит Тут хижина дяди Тома Остановились на дороге по пути в город Рисовые поля красивые И ла ланга, вот он Наши девчонки там футаются пока Вот так вот, таким образом Останавливаемся по пути в город И видим вот такие красивые пейзажи у нас за спиной Грейзи басы ездят Ла ланга Еще огромные термиты стоят Вот такие Около дерева Остались на сафари Кормление собак Кормление собак у нас Старый пес он, бедный Боится подойти Молодежь его объедает Приехали мы в город древний Ануратхапур Здесь у нас археологическое место Такое вообще просто шикарное Огромные ступы Которые я давно хотел посмотреть Ну и соответственно вам показать Классный город Классная архитектура Место древнее Шикарное Покажем вам сейчас все это хозяйство Может быть даже запустим дроны Я не знаю запустим или нет Здесь все очень строго с этими дронами Поэтому смотрим Ставим лайки Пишем комментарии Ехали мы долго Из Пасикуды Где-то 3,5-4 часа ехали Сейчас мы будем все это смотреть Это план города Ну как вам Ануратхапур? Пока мы не знаем Как Ануратхапур вам? Я вот сейчас погуглюсь Расскажу Здесь прям у них такой Древних артефактов Расходки, которые нашли Здесь откапывали Стекла Прикольно Ракушки Древние ракуины Куча школьников Здесь ходят Вот фигурки какие-то Классно Изображение вот этих штук Прикольно Такая атмосфера Школьники Новое видео Вместе с билетами Дают вот такой Проспект Ануратхапура Энсин Здесь картинки есть И карта местности Огромное такое место Озера здесь И различные храмы Развалины Которые находили Они артефакты Здесь Плавное здание Здесь туалет Музей С различными артефактами И там вдалеке Виднеется огромная ступа Огромная ступа Самая большая в мире 120 метров высотой Впечатляет Как пирамида Хеопса В Египте Напоминает Храм Ангкоруат В Камбодже Вот такая огромная Ступа Красота Просто вообще Смотришь Поражаешься Этой мощи Красотища Если снимать Фотографировать То только Лицом к лицу К Будде Поворачиваться При этом нельзя Нифига площадь Да какая Обалдеть Кепку же сказали Снять А мужикам А мужикам Вот на это стоило Посмотреть же Да Как вы думаете Город Анорадхапура Был основан В шестом веке До нашей эры На реке Малвату Ойя В средние века С четвертого По одиннадцатый век Город был столицей Одноименного Независимого Сингальского королевства Город Анорадхапура На протяжении Столетия Является Крупным Религиозным Буддийским Центром Здесь растет Священное Дерево Шри Маха Бодхи Анорадхапура Считается Одним из Старейших Постоянно Населенных Городов Мира Наряду с Луксором Александрией Египет Мехико Веракрус Мексика Дака Бангладеш Пешавар Пакистан Сегодня Эта древняя Столица Шри-Ланки Считается Священной Для всего Буддийского Мира Площадь Окружающих Анорадхапуру Монастырей Составляет Более 40 Квадратных Километров Город Является Одним Из Основных Археологических Объектов Мира Согласно Махавамсе Великой Летописи Шри-Ланки Город Анорадхапура Был Назван В честь Министра По имени Анорадха Который Изначально Основал В этом Районе Деревенское Поселение Анорадха Основал Сингальскую Расу На Шри-Ланке Дагоба Джитаваранамая Это ступа Возведенная Из красного Кирпича Дживатанарамая Является Крупнейшей На Шри-Ланке Изначально Ее высота Составляла 122 метра Но с течением Времени Уменьшилась До 71 метра Была построена В конце Третьего Века Королем Махасена И в дальнейшем Завершена Его сыном Королем Серемигаванной Первым Для строительства Гигантской ступы Использовано 93 миллиона Кирпичей Она выстроена На скале На фундаменте Глубиной 8,5 метров Мощь такая Видится нам Здесь Тут надо Снимать шапки Мужчинам И ходить Босиком Нельзя В обуви ходить Женщинам Длинные юбки Одевать Ну можно В носках Ходить Здесь Не обязательно Босиком Мы идем Босиком Вот по таким Каменным Плитам Тут еще Все камнями Заложено Еще с древности Schoolboys And schoolgirls Hello My friend Горячий пол Здесь Горячая Вот эта поверхность Ходить Очень тяжело Прямо Жгет Немеренно Причем Чем темнее Камни Тем сильнее Жгет Невозможно Вообще Находить Находиться На травку На травку Какую Встал И стою И вот такая Мощь за спиной В жизни Камера не передаст В жизни Вообще Просто Смотрится Офигеть Как вот пирамида Хеопса В Египте Все вот эти Пирамиды Огромные Так и вот Эта вот Мощь Такая Смотрится Просто Шикарно Это тоже Место Шикарное Древнее В городе Анора Тапура Называется Кутампакуна Это пруд Для купания В древней Шри-Ланке Вот этот Пруд Кутам Классное Место 569 Тире 571 Годы Нашей Эры Построен Королем Атабоджи Первым Место Считается Уникальной Вершиной Сингальской Иррационной Инженерии И архитектурных Методов Вот такое Вот Сооружение Здесь Есть Сейчас Спросил Сколько Стоит Маски 3000 Рупий Но 1000 Рублей На Наши Рубли Российские Школьники Везде Они Изучают Историю Здесь Такие Атмосферные Школьники Тай Хеллоу 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 Май френд Труды Шикарные Конечно Юля Чего Не покупаешь Он Кошелек Прикоснуться К древности 500 Какой-то Год Представляешь Как Это Круто Пруды Вот Для Пупания Шикарный Угроз Чухарный А купила слона так маска вот это у нас 3000 рублей стоять до матч ложки вилки вот такие магниты все они стоят если один покупать 400 рупий но где-то 130 рублей на наши деньги а три магнита за 1000 рупий продают шри-ланкистки че это джимми джимми отчаяча пластик ну да ну нафиг хамач хамач рис this is no plastic this is stone how much i guess how much this is bronze окей-окей как вы думаете этнические штуки вот эти не поднимешь как раз чемодан только влезет и все 20 г вот этот каменюка monkey здорово были такой little monkey они смотрят типа все совсем с ума сошли что ли у нас снимает кадр такой супер контент блин чувак недоволен сидит вот этот такой маленький вообще челка будда которому приносит подношение статуя будды в состоянии самадхи находящиеся в древнем параде махаме в нава выполнена из доломитового мрамора глаза у нее полые что свидетельствует о том что ранее они были украшены кристаллами или драгоценными камнями загадываем желание подносим цветы еще раз загадываем желание все исполняется в один момент считается что статуя самадхи была создана в течение третьего или четвертого века но еще дерево желаний стоит рядом с буддой и тут тоже кругом развалины древние рядом с буддой место конечно удивительное и тараканки вот побежала какая монт быстрее быстрее опасность тараканки ставим лайки пишем комментарии подписываемся на наш канал не забываем а то я даже ради вас юбку один трясение мозга может получить манки здорово здорово братан учета не хочет смотреть мы ему противны не достойно его вообще внимание приехали следующее место не могу произнести потом произнесу как-нибудь абу я гири какая-то абу я гири еще одна ступа похожая на первую только более она целая выглядит тоже высокая вот она огромная тоже ступа шикарно верхушка у нее целая в отличие от 1 вот абу я гири ступа назвать абу я гири ступа как она в земле была и вот какая она стала реставрировали снимаем тапки и идем корова и высоко то есть выше удобнее братья будет буйвол какой buffalo как и красивый буйвол стоит с горбом горбатый там что-то прикасаются к этим священным местам может это самая высокая нет первая была самая высокая а это чуть пониже но тоже выглядит конкретно высокой вот тут зато коврики расстелили чтобы ноги не ноги не обжигать это прям такая мощная она заросла травой вот там на картинке было и и от реставрировали недавно когда реставрировали вот этот древний кирпич и он использован здесь же но и постепенно трава опять прорастает может быть ее чистили от травы всю срезали и кое-где подкладывали там видно места новый кирпич но их мало в основном древний кирпич тысячи лет назад практически все это хозяйство было 500 какой-то год обалдеть блин какой тысячи лет назад полторы тысячи практически похоже все как с первой ступой тоже храм здесь применить и по часовой стрелке надо ее обойти и вот их тут таких ступ несколько и еще белые побеленные но места конечно такие очень интересные красивые удивительные верхушку явно делали устанавливали нового кирпича вот это все здесь эти ступы древние самые сооружения из кирпича построенные самые высокие в мире и вот первая ступа которую мы видели она самая высокая в мире ступа именно 120 метров это чуть пониже но выглядит нифига не ниже тоже огромная такая же на видно даже что изогнутая такая боку не просел от древности конечно только лет стоять трава здесь постоянно траву почищают деревья что прорастает смотреть вблизи что трещины кругом то есть вмятины там есть различные и трещи дует не знаю спасет нет ветрозащита моя камере из поролона или нет слоники тоже такие находили здесь сюда же их ложили уже обветренные да круто я мог стать кем угодно музыкантом ресторатором ведущим продюсером мужем отцом и стал потому что всегда был свободным альфа банк для умных и свободных не знаю связи от этого человек а также кем угодно и он там в каком году не знаю как «пускай висит». иди губа везда и в три-зыве а если мы, во-в-в-в-в-в-в-вди-в-в-в-в-в-в к-по-ли-с-теминга и не смеши change police yes 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 change little change gold little money little money little money вот так вот он туда лазит все в общем в этих ступах лежат драгоценности золото бриллианты и туда никто не может зайти то есть даже монахи не туда не имеют права заходить никто вообще иначе тревожит буду то есть внутри вот в этих ступах лежат драгоценности и по преданиям лежит вот в первой ступе которые были похожи на эту какая-то вещь будды там есть поэтому вот они как законсервированы вот эти вот могильники можно так сказать и и вот такая ступа еще с колоннами тут есть мы просто объедем посмотрим из машины и едем большой белой ступе классно а Красивое озеро с лотосами здесь у нас развалины тоже и огромная ступа белая красивая видна хай-тек прикольно это полицейская контора на лотосовское озеро у на южку лотоса рост древние развалившиеся ступы тоже пойдем здорово братан и пошлите там священное дерево это красивый маленький такой куда полез в помойку обратно не надо туда лазить тут и варан и попугай вон там сидит не видно и бурундук идем место называется шри маха бодхи это дерево самое древнее дерево в мире посаженное людьми здесь как я понимаю не знаю может быть не точно Будда достиг просветления именно здесь и подарил бутон кому-то с этого дерева то есть это место вообще священная реликвия для всех буддистов крутое место сейчас посмотрим на это дерево здесь при входе оставляем обувь кепку и идем здесь горячо кругом ноги сразу сгорели до мяса до кости вернее да все жесть да ну нафиг как да ну нафиг как тут вот здесь жизнь как тут ходить то вообще невозможно маяк какой-то дерево такое тут тоже как в камбодже с корнями скалу вот работают люди волонтеры раскопки ведут здесь и вот оно дерево или это дерево ла ланга где есть дерево? здесь дерево? здесь дерево здесь дерево? окей окей значит здесь нам сюда надо заходить здесь дерево а здесь подношение будди какие-то делают храм здесь тоже и вот оно дерево тут вокруг него построен храм и внутри оно растет вот это священное дерево просветление Будды где произошло вот красота здесь прямо оградой все сделано слоны там молитва идет давай просветляйся Юля что не просветляешься не пойму давай просветляйся вот там сядь ноги скрести сиди медитируй придет тебе просветление не знаю красивый такой классный да? поверю сейчас тебе иди поверю иди поверю иди денег может быть этим у меня так я снимаю ребята так я снимаю ребята и я такая красивая штука золотая вот на шри-ланке еще повязали Какие-то столбы красноярские. Крутая ступа, белая, шикарная. Далеко все локации, мы на машине ездим, а если пешком тут ходить, тут дня не хватит, чтобы дойти от одной до другой локации. Слишком они далеко друг от друга. Огромное сооружение. Это ступа белая. Очень красиво смотрится она вживую. Атмосфера великолепная. Ощущение, конечно, классное здесь, глядя на это все. Здесь вообще, я смотрю, реально вот все сделано красиво. Деревья такие монолитные. Сама ступа, кругом слоны, фигуры слонов. Вот это, конечно, очень красивая ступа. По сравнению с теми двумя, те две тоже были. А теперь все внимание вниз экрана на канаву. Сейчас там будут уникальные кадры. Смертельная ядовитая змея на бешеной скорости. Большая змеюка пронесется по канаве рядом прям со мной. Это жесть в дикой природе. Да, это впечатляет. Такая махина, как облако, да, небес сплющившееся. Пятка заболела левая, вообще не наступить на нее. Жесть. Босиком ходим, там какие-то огоньки зажигают они. Но это, видать, вообще священное место для буддистов. Надо почитать, что за ступа. Я напишу либо видео, либо наложу, потом расскажу. Некогда смотреть. Все это для нас тоже неожиданно. Приехали смотреть. Город просто. А тут столько всего. Великолепие. Класс. Слоны тут по периметру. Вообще просто огромные. Я не знаю. Мне кажется, это еще выше, чем та ступа. Просто вообще огромные. Класс. Я думаю, может, не пойдем вокруг. А то не успеем до Пидуна Рангала дойти. Туда пройду чуть-чуть. Лежачий Будо тоже там лежит. Продолжение следует... Нитка заворачивается, и люди просят о том, чтобы сохранять здоровье вот эту веревочку, как раз, смотри, чтобы не выпало там, маленькая у тебя веревка, у тебя есть монетка? Нет, это же русская монетка, у нас была, ага, привяжем монетку За наше благополучие, за наше здоровье Да, за здоровье и благополучие просим Будду и привязываем монетку Ступор Ван Велисая, или как ее еще называют Ратнамали, была построена королем Дату Гемуну в 161 году до нашей эры После победы над захватчиками Чопа из Индии, король нанял архитектора, который спроектировал Дагобу Купол которой, по словам монарха, по форме напоминал пузырь молока Сам король Дату Гемуну не дожил до завершения строительства, занявшего в общей сложности более 33 лет И строительство было завершено его братом, королем Садхатисса Высота ступы Ван Велисая составляет 103 метра, хотя кажется она гораздо выше, а диаметр 292 метра Эта ступа являлась поистине чудом архитектурного мастерства того времени Древние хроники подробно описывают материалы, использованные при строительстве Дагобы и ее основания Кроме обычных камней использовались золото, серебро, жемчуг, кораллы и драгоценные камни Изначальная постройка была разрушена в 19 веке, а затем восстановлена в 1940 году Около Дагобы находится святилище, в котором расположено 5 известняковых статуй стоящего Будды 4 статуи относятся к 8 веку и символизируют собой прошлое воплощение Будды А пятая статуя символизирует собой будущее, Будда Майтрея, с тиарой на голове и цветком лотоса в руках Дагоба Руванвелисая является одним из 16 мест поклонения буддистов в Шри-Ланке, обозначаемых терминов саласмастана Считается, что ступа содержит в себе часть праха Будды Дагоба была построена таким образом, чтобы соответствовать учению Будды Купол символизирует безграничность учения 4 стороны выше него представляют собой 4 благородные истины Концентрические кольца указывают на благородный восьмеричный срединный путь А большой кристалл на вершине ступы представляет собой конечную цель просветления Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Советуем посетить этот северный город Очень прекрасен Все там сделано шикарно Инфраструктура вся Все красиво Поэтому не поленитесь Где вы еще такое посетите? Только здесь на Шри-Ланке У какого-нибудь индивидуального Гида Мы вот ездили с индивидуальным шофером У нас водитель был местный Кто кому интересно Пишите нам в личку Мы все расскажем Дадим его контакты И пожалуйста созвонитесь Спешитесь Он все это делает дешевле Гораздо чем все вот эти Сетевые туроператоры Которые здесь работают на Шри-Ланке Плюс Где хотите там останавливайтесь Супермаркет, туалет Рынки фруктовые и так далее В общем Не привязан Ночуете в таких видовых отелях С видом на водопад С видом на Сигирию Все очень прекрасно и красиво Друзья Поэтому Кому интересно Пожалуйста Плюс индивидуальный Вы едете на машине Легковой автомобиль Все прекрасно Все классно И парень удивительный Этот Ла Ланга Его зовут Ла Ланга Поэтому друзья Пишите Мы вам все расскажем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!